Всем привет дорогие друзья, с вами снова Ярик и сегодня мы смотрим на демо-версию Снайпер Элит, вторую часть собственно. Игрушка только-только появилась в Стиме, точнее ее демо-версия. Ну и сейчас я поделюсь своими первыми впечатлениями, это мой первый запуск этой игры, так что пока что я ничего не знаю. Полазил только в меню настроек, настроек конечно пока что все на максимум, кроме сглаживания, его поставил на низкое. И сразу вижу, что уже радует наличие русского языка полностью, и русская озвучка, ну и русские субтитры соответственно, интерфейс тоже русский. Так, что могу пока сказать об игре, что вторая часть была и первая часть, логично, когда она вышла я точно не знаю, но игрушка, по-моему первая часть уже довольно старая. А собственно вот начало игры, ну на глаз сказать так сразу, да, графика, графика, графика приятная. Она не шедевральная, но она очень и очень приятная, текстурки прям вообще очень и очень клевые. Ну и, ну не очень клевые, но хорошие. Прям, прям радует меня. Да и в целом, в целом все так приятненько и хорошо. А насчет оптимизации, при записи фрафсом у меня сейчас не падает на, опять же, на ультра настройках все, только сглаживание на низком, не падает сейчас, что пока что меньше 35. Так. Ага. Нажимаем на E, у нас задержка такая вот, дыхание. Так, 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 что это брать? Ух ты, как красиво в слоумо. Мы попали в груда. А вообще, скажу сразу, не люблю я как-то игры про снайперов, ну как-то меня вообще не цепят никогда на игры про снайперов, потому что, ну не мое как-то это. Я вообще люблю экшен, а вы сами знаете, опять же, в играх пла-снайперов ничего, никакого экшена особого и нету. То есть все скрытно и осторожно, но это как-то опять же не по мне. Ух ты, ух ты, какой красивый шедеврайл. Офигенно красивое убийство здесь, хочу сказать. Это первое, что я вот увидел. Вот это замедление времени и полет пули показывают. Ух ты, а вот это вот я видел только в роликах, да, и знаете, на что мне это напоминает? А последний Mortal Kombat, вот реально там тоже показывали, как у скелета мы пробиваем череп или еще там что-то, прямо вот показано тоже. Ну и точно так же вот как здесь. Вот так вот. Ах ты ж. Ооо, я промазал. Ой-ой-ой-ой. Так, шкалы здоровья почему-то здесь не вижу, походу ее здесь нету. Патронов у нас, благо, камень. Ну, нет, я думал, хотел сказать, патрон у нас бесконечный, оказалось, что нет, только какие-то камни у нас бесконечные, я что-то не пойму. Вот так вот. Безупречно, безупречно, безупречно показанная килл-камера, да, килл-стрики, прям реально безупречно, вот этот слоу-мошен полет пули показан. Великолепно, вот очень-очень красиво, то есть это, наверное, главное в играх про снайперов посмотреть, как красиво ты убиваешь врагу. Я думаю, вы со мной согласитесь. Вот так вот. Беспалевно я отошел. Безупречно. Безупречно. Убивать врагов. Так, давайте подберемся к нему как-то сзади. Сейчас можем как-то... Ну, конечно. Бесшумные, бесшумные убийства у нас есть. Некоторые даже... Вот так вот, даже можно тело спрятать. Великолепно. Есть элементы стелса, есть. Ну, конечно же, в играх про снайперов они просто обязаны быть элементами стелса, да. Здесь они есть. Аркад бросит труп. Кстати, физика тел очень-очень неплохо проработана. Можно даже обыскать труп. Ну, он у нас оказался каким-то бомжарой. Нифрена у него нету интересного. Так, сюда у нас невозможно. Ну, давайте... Давайте побежим на отметку, посмотрим, что там надо сделать нам. Хочу отметить сразу, что еще мне сейчас уже сразу понравилось, так это хорошая анимация. Реально очень-очень хорошая анимация. Прям каждое движение моего снайпера великолепно прорисовано. Так. А сеттинг игры, если вы еще не поняли, происходит во время... Ой-ой-ой, второй мировой войны. Да чувак сдох. Вторая мировая война, я даже честно это радует, потому что... Ну, что-то давно не было ничего хорошего про вторую мировую. Только там Реда Чера, да, вторая была. Да и больше ничего такого интересного и не было. И тут... Такая вот хорошая игрушечка. Прям меня это радует. Ух ты, он оживил своего друга. Ух ты, ух ты, умные раи. Я играю, заметьте, на самом легком уровне. И... Враги не самые идиоты. Так. Кажется, я увидел свое здоровье, по-моему, да, вот, в левом уголку. В нижней вы видите мое серд... Ни хрена себе. Видите мое сердцебиение или что это, да. Мое сердцебиение, он все успокаивается. Ой-ой-ой, иди нафиг. Интересно, можно добить? А, он орет еще. Все, уже нельзя его добить. Так. Великолепно, из оружия у нас теперь еще есть автомат Томпсона и Велорот. Пистолет. Давайте побегаем с Томпсоном и превратим эту замечательную игрушку про снайперов в коллабицы. Интересно, как это будет выглядеть. Вообще, графика, конечно, я хочу сказать, приятная. Не сказать, что очень-очень красивая, но, опять же, приятная. То есть, глаз не режет ни в коем случае. Все. Все, довольно. На уровне, скажем так. Иди ты в жопу. Ай-яй-яй-яй, а убивают здесь быстро. Ага. Давайте перезапустим с контрольной точки еще немножечко. Побегаем. Ну, по истечению, наверное, тех пяти минут, которые я уже успел поиграть, да, которые вот я играю, пока что все безусловно нравится. В принципе, то, что я ожидал после просмотра роликов, я это получил. То есть, красивое убийство и приятная анимация. Ну и интересный сеттинг, да, хорошо выполненный про вторую мировую. Вот так вот. Это, знаете, вот похоже на полет пули тоже был. Или в Макс Пене, я вот тоже помню. И особо опасенную игрушку. Если помнить, не слишком удачный проект, но и не слишком плохой. Такой среднячок. Ну, а я помню, мне понравился. Так, интересно, а как это теперь взорвать? Все просто. Суки. Мать твою. Ааа, его не надо было взорвать. Это печально. Так. Угу. Вот так вот красивенько его давайте. Ух ты. Ха-ха. Великолепно просто. Ой-ой-ой-ой. Какой же из меня хреновый снайпер. Пошел ты еще гранатусы. Не успел гранату пинуть. Все-таки я великолепный снайпер. Вроде я всех убил. Кстати, очень-очень хорошо прорисовано. Главный герой наш. Прямо до всех мелочей. Даже подсумок. Все это круто прорисовано. Пистолет, вот видите, да? Мы достаем не просто из откуда-то. Из воздуха. А вот именно. Скобур им все достается. Все прям классненько. Прямо нравится вообще. Все бы такая, ну как. И псевд, да. Какие-то элементы реалистичности все-таки есть. Это не может не радовать. Очень, кстати, хорошие тени. Игра света тоже неплохая. Вот так. Что там у тебя есть? Ага, МПС-40. МПС-40 мы взяли. Вместо Томпсона. Ну, не знаю, кому как. По мне, так старый Томпсон лучше. Так. Откуда-откуда же менять? Ну, ребят, ну чего? Ну, видишь... А, вон он. Ой-ой-ой-ой. Как же я его не заметил. Так. Где вы? Где вы есть? Ну, не гоните. Где вы есть? Ага. Подсказок никаких нету. Даже на легком уровне. Все довольно хардкорно. угадывая откуда. Сам откуда хочешь, где он есть. Я его нашел. Не, ну лицо все равно у главного героя какой-то кукольное. Прямо. Ох. Прямо, прям продабил его. Позвоночник. Так. Ну, давайте побежим дальше. Закончим эту же миссию. Куда бежать? Куда бежать? Да, анимация, конечно, опять же, приятная, безусловно, приятная. Идет такой минироволик, что-то нам тут интересного покажет. Может, не покажет ничего. А-а-а, да, не транспортирует. И новый кукл для убийства. Ништяк. О, как. Кого-то сейчас важного будем, наверное, убивать, потому что тут целый конвой. Причем очень-очень жесткий конвой. Вот так вот мы поступили. Красивый, красочный взрыв от всех. Так, в лучших традициях, там, Голливуда, разорвали мы БТР. Теперь можно потихоньку растерзать, собственно, весь конвой, оставьтесь. Вот так вот. Пошел ты. Так, а вот там мы уже загасили важную шишку какую-то. Будем называть его чувак в костюме. Так, фу. Кстати, хочу заметить, опять же, вот реально враги не тупые болванчики. Они вон и прячутся из-за укрытия. И удобно подбирают нужные позиции для атаки. Прямо обрадует. Слоу-моушен тоже выполнен довольно прикольно. То есть, мы замедляем биение сердца, нихера себе. И, собственно, возникает слоу-моушен. Там тоже, очень хочу сказать, прорисован вход до мелочей. Прямо красиво. Но меня не радует то, что он будет шмалять. Все. Это все. Это реально все. Очень-очень, что-то мало геймплея в демо-версии нам показали, действительно. Ну, вы сами видите. Даже со всеми моими тупостями. Я ее прошу, наверное, минут за 15. Ну, собственно, рекламу, покупайте нашу игру. Да, это все. Ну, собственно, давайте посмотрим впечатления, в принципе, от прохождения этой одной миссии. У меня только-только безупречно положительные. Все понравилось, абсолютно все. И убивать врагов, и искусственный интеллект, и анимация, и графика, и озвучка, и то, что русский язык даже есть. В общем, все безупречно понравилось, геймплей интересен. Не думаю, что игры про снайпера будут мне как-то интересны. Но, оказывается, все интересны. Так что, Снайпер Элит, вторая часть, просто великолепная будет, наверное, игрушка. Выйдет она 4 мая. Я ее безумно буду ждать. И обязательно накуплю лицензию, благо, даже будет и мультиплеер. В общем, в демку играйте сами. Я в нее еще, наверное, не раз поиграю. На этом, наверное, все. С вами был Ярик. Всем пока.